Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Три года назад произошел раздор с подругой, с которой дружили 20 лет. Вырастили детей и все переживали вместе, расстались некрасивыми, виноваты, думали вместе. Я все забыл и готова к общению, а она нет. И когда встречаемся, вроде бы разговариваем, но я чувствую злость и потом очень переживаю. Хочу все исправить, но в каждой попытке понимаю, что это уже не тот человек и относится ко мне нехорошо. Хочу все забыть, выкинуть эту проблему из головы и человека тоже. Но не получается, что с этим делать, не знаю, все время думаю, что виноват в голове проблемы, как незаконченное дело. Смотрите, давайте я, наверное, начну с конца. Я начну с такой, с какой-то некой глубокой мысли, ну как, более-менее глубокой мысли, неких глубоких вещей. Вот, и скажу о том, что в конфликте, который у вас был, да, осталась недоговоренность. И вам хочется высказаться по этой недоговоренности. Вот это чувство вины, да, вот что я виноват. Это история, на самом деле, про злость, некоторую, ну, определенную злость. Вот вы пишете, что чувствуете злость. Я, правда, не понял, злость к кому, да, то есть. То ли это, то ли это вы чувствуете, чувствуете злость, да, то ли это вы чувствуете, ну, ее злость к себе. Вот, то есть, тут вот немножко не ясно, не ясно немножко. На самом деле, в этом смысле, что конкретно вы чувствуете. Но, тем не менее, чувство вины, это про именно злость. Это именно про некоторую субъектность, то есть, отрицательную свою субъектность. Ну, почему, да, вот, для вас это не стало чем-то таким, прям, критическим, да, острым? Понятно, что вы как раз таки описываете, что это, что это остро, что такое острое. Вот, но, тем не менее, тем не менее, все же я прям, таким, совсем мудрым для вас это не стал. Вот. Потому что вы отдаете себе отчет, где-то в глубине души, в своей, некой, такой, субъектности, того, что вы делаете. Ну, и, повторюсь, вот, чувство злости присутствует. Это нужно выразить, это нужно выговорить. И, соответственно, поскольку вы... Вы не чувствуете... ...возможность... ...возможность... ...вы не чувствуете возможность... ...с ней... ...выразить это. То есть... ...вы не чувствуете, что можно... ...с ней это выразить. ...и ей... ...это выразить. А вот поскольку вы не чувствуете этого... ...то вы остаетесь в этом... ...эм... ...эм... ...ну, дальше... ...как бы, да? ...эм... 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 Так, и это история как раз про незавершенное дело. Да, то есть вот когда чувствуется что-то незавершенное, это значит, что я себя где-то не смог проявить. Ну, в вашем случае не смогла, где-то вот я не смогла себя проявить до конца, и, ну, совершенно очевидно, что, как бы, человек, увы, не глупый, раз понимаете, что к вам отношение уже другое, вы понимаете, что человек изменился, вы обдаёте как-то себе в этом отсчёт, что человек, ну, стал другим. Вот. Но, тем не менее, вас всё равно к ней тянет, тем не менее, всё равно вот это незавершенное что-то осталось, и вы как с психологом, да? Вы можете эту историю как раз реализовать в полной мере. Вот. То есть вы могли бы завершить для себя эту историю, ну, прожив её, проживай её, проживай её, вот. Начать, ну, по крайней мере, начать с этого, начать, по крайней мере, начать. Проживай, проживай. И второй момент, на который я бы хотел обратить, ну, обратить, ваше внимание, второй момент заключается в том, что вы делаете акцент на виноватых. То есть вот вы говорите, что, ну, что виноваты оба в данном случае. Вот. Хотя, на мой взгляд, виноватых как раз таки нет. Виноватых как раз таки нет, потому что на момент, когда вы это делали, то есть когда вы, ну, поступали так, как вы поступали, на момент, в этот момент, вам чего-то хотелось. Вот. И вашей подруге тоже, вашей подруге тоже чего-то хотелось. То есть и вы, и она чего-то хотели. Это нормально абсолютно, что и вы, и она чего-то хотели. и вы, и она как-то обратились, вот, ну, со своими чувствами. Вы обратились со своими чувствами вот так, она обратилась со своими чувствами по-другому. Виноватых нет. Вот поиск виноватых, да, как-то тоже вот, ну, может очень сильно отравлять, отравлять, ну, жизнь. Ну, вашу жизнь, вот, ну, в данном случае, да. Поэтому больше обратите внимание, пожалуй, не на то, кто виноват, а на то больше, чего вы хотите. Или чего вы хотели больше. То есть вот, ну, как, когда, когда поступали вот так, как, ну, так, как поступали, да, с своей подругой. Я ни в коем случае не говорю о том, что вы поступали как-то плохо, вот, ни в коем случае, ни в коем случае. Ни в коем случае так не считаю, что вы поступали плохо. Вот, но, тем не менее, обратительное внимание нужно вам. Потому, там, потому что в противном случае вас это просто, ну, вот, будет отравлять. вас это, ну, в принципе, уже отравляет. Вот, незавершенное дело, как вот, как вы говорите, да, уже вас отравляет. И я бы не сказал, что, ну, что дальше будет, дальше будет как-то лучше или, или легче. Вот. То есть, к сожалению, нет. Если вы всё так оставите, да, если вы ничего не будете делать, то вы рискуете застрять. Окончательно рискуете застрять. В этом, ну, вот, в том, что, в том, что чувствуете сейчас. Поэтому вам нужна, вам нужна психотерапия, вам нужна помощь, как раз, для того, чтобы, ну, чтобы это прожить. Ну, на мой взгляд, да. Конечно, вам решать. Вот, вы решаете. Ну, вот, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, ситуация вот, ну, вот такая, вот так она выглядит, эта ситуация. Если у вас нет возможности как-то сделать это с психологом, да, то вот просто попробуйте представить себе подругу, да, вот, ну, попробуйте представить себе, что она вот находится как-то перед вами, да, вот. И попробуйте вот озвучить ей всё то, что вы хотели бы озвучить ей. То есть вот, ну, вот опять же, да, просто, просто попробуйте это сделать. Вот. Вы увидите, что он, ну, как-то начав, да, говорить об этом, начав как-то это проживать, да, ну, в общем и целом, вы почувствуете, вы почувствуете, вы почувствуете некоторые изменения в себе, вот. Это не обязательно будет что-то хорошее. Это будут просто перемены, именно перемены будут в вас, ну, в вас, вот. Если вы будете внимательны, если вы будете внимательны к себе, вот, само собой, что если вы не будете внимательны, или, если вы будете, там, допустим, ну, допустим, если вы будете чего-то ждать, да, если вы будете чего-то ждать, вот, то тут, конечно, скорее всего ничего не будет. Ну, ну, в этом, в этом смысле. Вот. Ну, такая, в принципе, такая, в принципе, обратная связь у меня родилась, ну, в ответ на вашу историю. Вот. Я надеюсь только, что вам это было интересно, я надеюсь только то, что вам это, только на то, что вам это было полезно. Желаю вам удачи, желаю вам всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь. Всего доброго.